В Канске ведутся масштабные работы по строительству новой тепломагистрали. Какие изменения ждут жителей? В течение пяти лет будет вложено порядка 1,6 миллиарда рублей. Это значительные деньги, которые будут направлены как раз на модернизацию систем теплоснабжения. От пыльного книгохранилища к современному молодежному центру. В Лиссасибирске продолжают модернизировать городскую библиотеку. У нас появятся два зала, которые принципиально отличаются. Это будет лаборатория технологии будущего и виртуальный зал. Пропалывают, подкармливают и поливают. Зеленогорцы бережно ухаживают за посаженными деревьями на аллее памяти дубки. Наш дубок перезимовал, мы его немножко подкормили, посмотрели. Сейчас пришло время прийти прополоть его. Я пришла, посмотрела прополола, мы поменяли бирочку, к чему я очень рада. Более 400 метров от ремонтированных теплосетей позади, еще 7,5 километров впереди. Это по-настоящему грандиозное изменение для Каннска, особенно для жителей за рельсовой части, которым долгое время приходилось не только платить за отопление больше остальных горожан, но и даже мерзнуть из-за постоянных перебоев с подачей ГВС. К счастью, с переходом города в единую ценовую зону часть проблем уже отпала. Люди говорят, с новыми квитанциями словно камень с плеч упал, а тут еще и уверенность в тепле появится. Правда, придется подождать, так как подключать потребителей Каннской ТЭЦ в этом году будут частично. Планируем закончить строительство теплотрассы, но ввести в работу зимой это будет довольно проблематично. Значит, вот часть теплотрассы мы введем в работу, а полностью теплотрассу зимой будет ввести сложно. Однако уже со следующего года получить стабильную услугу смогут все жители за рельсового Каннска. Для этого сейчас активно ведутся работы по замене старых теплосетей. Всего они запланированы на шести участках. Из них 3580 метров новое строительство, 4540 метров реконструкция. На эти цели будет потрачено 344 миллиона рублей. Как отмечают представители городской администрации, особенно важным моментом является и включение в проект объектов, которые только будут строиться. На улице Красно-Партизанской между Пролетарской и Каландарашвили у нас планируется. И, скорее всего, что на следующий год начнется проектирование большой школы, которая заменит признанную аварийной седьмую школу. Поэтому вопрос и был ресурсникам задан по наличии тепла, необходимого для теплоснабжения новой школы. Поэтому Каннская ТЭЦ заверила, что этот объект уже у них был включен. Под особым контролем работы и у Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Сегодня представители правительства учреждения посетили город с проверкой. Как они сообщают, на Канск большие планы. Поэтому на обновление теплосетей все они закончатся. По городу Канску в течение пяти лет будет вложено порядка 1,6 миллиарда рублей. Это значительные деньги, которые будут направлены как раз на модернизацию систем теплоснабжения. В этом году компания планирует выполнить работы по строительству и реконструкции участка магистральных сетей до ЦТП БХЗ. Кроме того, в этом году планируется модернизировать три котельных. По словам специалистов, это позволит значительно очистить воздух и стабилизировать экологическую ситуацию. Также в рамках совещания, которое прошло в стенах местной мэрии, поднимался вопрос и должников. Как оказалось, в Канске их число начало убывать, а вот в районе наоборот. В Лисосибирске модернизируют детскую библиотеку номер 10. После реконструкции это место станет желанным не только для детей, но и читателей всех возрастов. К тому же здесь можно будет поучаствовать в различных мероприятиях, в реализации программ и проектов, а также получить новые знания. Библиотека станет еще высокотехнологичной. У нас появятся два зала, которые принципиально отличаются. Это будет лаборатория технологии будущего и виртуальный зал. В лаборатории технологии будущего любой желающий сможет начать изучение компьютерных технологий, каких-то информационных, инновационных технологий. А посещение виртуального зала у нас позволит читателям в буквальном смысле очутиться в мире художественных произведений. В библиотеке появится специализированное место для слабовидящих и слабослышащих посетителей. Это позволит расширить возможности для обслуживания всех категорий жителей Лисосибирска. Окончание ремонтных работ у нас ориентировочно на начало сентября выпадает. Соответственно, в начале сентября ремонт закончится, а открытие у нас состоится в октябре месяце. В этот период мы наконец-то распахнем двери нашей библиотеки и встретимся с любимыми мечтателями. Срок окончания модернизации приближается, и большая часть работ уже выполнена. Основной монтаж гипсокартона и прочего выполнен, полы выполнены. Остались только специальные работы, имеется в виду охранно-пожарные, ну электрические. И я думаю, что все у нас по плану, все по графику, контракт выполним сразу. После ремонта библиотека номер 10 будет носить имя писателя-фантаста Александра Беляева. И уже осенью все любители чтения смогут прийти в обновленный современный центр книги. Порт в Дудинке оснащают уникальными кранами. Они разработаны в Германии с учетом нашей специфики. Напомним, Дудинский порт единственный в мире, чьи причалы весной уходят под воду. Половодие может приостановить процесс погрузки и разгрузки на 2-4 недели. Это огромная потеря времени для короткого периода северной навигации. Конфигурация специальных немецких машин позволяет существенно сократить паузу в работе порта. Кран движется не по специальным путям, а самоходом. Длина его стрелы почти 50 метров. За час он может переместить более 700 тонн груза. Это примерно 40 контейнеров. В Дудинском порту уже работают 6 таких кранов. В данный момент идет сборка еще двух аналогичных машин. Культурно-просветительский десант Енисейского экспресса побывал в 18 муниципальных образованиях севера, запада и востока края. Впереди Шалинская, Железногорск, Сосновоборск, а также южный отрезок маршрута. На площадках этого масштабного проекта более 10 тысяч жителей городов и сел могли бесплатно посетить мастер-классы, встретиться с поэтами, писателями и режиссерами, получить консультации о ситуации на рынке труда, побывать на концертах популярных артистов. Министерство культуры и организаторы постарались насытить программу экспресса интересными событиями, которые обогатят привычную жизнь сибиряков яркими впечатлениями и новыми знаниями. Маршрут и подробная программа опубликованы на сайте енисейскийэкспресс.рф Предупредил меня о медведе. Сидел на дороге, шерсть с дыбом, шипел и меня дальше не пустил. Поход за грибами едва не обернулся трагедией. Местный житель Григорий Панов решил запастись лесными дарами на зиму. От калитки дома отошел всего 100 метров. Кот буквально перегородил дорогу. Стал шипеть и не пустил хозяина дальше. Я посмотрел в правую сторону, смотрю, ну вот силуэт мишки. Небольшой, наверное, года два, два с половиной ему было. И это пошел бесшумно. Травка не шилоснет, ни веточка не хрустнет, ничего такого. Очень-очень осторожный и тихий. И не пугается. Главное, он не боялся никого. Супруга грибника говорит, кот большую часть своей жизни проводит в лесу. Домой приходит на обед и ужин. Трудно представить, что могло бы произойти, если бы не предупредил об опасности. Кот дикий. Мы собаку поэтому не держим. Потому что если к нам пришли чужие люди, он уже здесь будет пастись, никуда не уйдет. Только ушли, все, и он пошел. Местные жители говорят, медведи по окраинам села бродили всегда. Места здесь таежные. Вот только в этом году они совсем не боятся человека. На пасеке маленькой на дно попакостил. И вот буквально вчера информация в группе была размещена жителям местным, что обнаружил следы. Дети встречали в лесу, занимались заготовкой гидрового ореха и наткнулись. В лесах сейчас паломничество грибников и ягодников. Подходит сезон заготовки ореха. Люди едут из соседних населенных пунктов. Местные власти просят не разбивать лагерь в лесу, особенно на ночь. А ходоведы говорят, нашествие косолапых было прогнозируемым. Медведи спускаются с гор в те районы, где корм пока еще есть. Горы западных стоян пустые. Там нет тысячи. В том числе не урожая ореха. Нет и ягоды. И понятно, что медведь сейчас перед тем, как залечь в спячку, будет искать ее еще везде. И долины, предгорье, ну и вся нижняя равнинная часть, конечно, сейчас его привлекает, потому что там шишка есть. Перемещение косолапых из района в район в этом году может продолжаться до первых морозов. Голодный медведь может лечь раньше обычного в спячку. Но шатуны, скорее всего, останутся. С середины сентября звери уже начнут подыскивать удобное место для зимовки. А любителям тихой охоты в местных лесах пока нужно быть на чеку. Спонтанная задумка двух школьниц на сегодняшний день переросла в масштабный проект. Когда-то Виола и Софья объединили свои мысли об аллее памяти дубки и воплотили их в реальность благодаря наставникам из Центра Перспектива. Все начиналось с прошлого года. На уроках труда нам надо было принести желудки для поделки. Мы принесли, сделали, а у нас остались. Мы решили их кинуть в цветочный горшок. Там они проросли. И мы подумали, а что же с этим можно сделать? Тогда было 75-летие Великой Отечественной войны, и нам пришла такая идея, что зачем дубы будут пропадать, если мы их можем высадить в честь людей, которые воевали и защищали нашу землю. Дуб, он живет до полутора тысяч лет, символизирует силу, мужество, выносливость. Ну, примерно всеми этими качествами обладали наши ветераны. Более 40 дубков в конце августа 2020 года высадили у стадиона «Юность». Аллею назвали дубки. Все дубки, в основном все, кроме двух, пережили зиму. То есть, этому мы очень рады. Но самое, понимаете, главное, чтобы люди сами ухаживали за своими дубками. Потому что многие дубки, конечно же, очень маленькие, и трава опережает их рост. Дубкам не хватает солнца, поэтому нужно их срочным образом спасать. Елена Васильевна вместе с дочерью в прошлом году посадила свой дубок в честь дедушки. Присматривая и оберегая саженец, участница проекта своим примером показывает, как нужно относиться к памятным деревьям. Весной мы приходили еще, когда только-только сошел снег, для того, чтобы посмотреть, как наш дубок перезимовал. Мы порадовались, что дубок у нас действительно перезимовал. Мы его немножко подкормили, посмотрели. Сейчас пришло время прийти прополоть его. Я пришла, посмотрела прополола, мы поменяли бирочку, чему я очень рада. По задумке авторов, каждый дубок именной и имеет медальон с именем ответственного и с именем героя Великой Отечественной войны, в честь которого высажено дерево. Пока дубки еще не набрались сил, у бирки висят на специальных колышках. В будущем, когда аллея с деревьями окрепнет, закажут более долговечные медальоны и баннер со схемой посадки.